На эти вопросы ответы все есть. Я просто тут, друзья, общаюсь параллельно с Перископом. Я уже переключился на комнату, поэтому Перископ у нас идет как телетрансляция прямого вебинара, который идет в Мирополисе в комнате. Поэтому регистрируйтесь, заходите, получайте информацию и вы всегда будете в курсе событий. Так, друзья, давайте еще раз тогда сделаем контрольный. Видно, слышно в комнате уже? Все хорошо? Дайте обратную связь, поставьте, пожалуйста. Так, отлично. С тем количеством сбоев в технике, которая сейчас происходит, я, друзья, уже просто по это самое. Так, и давайте, знаете, что еще сделаем? Что обычно, это давайте, друзья, и для Перископа, и для комнаты. Это обычно очень, друзья, воодушевляет и впечатляет. Вот у нас 228 человек. Просто не поленитесь, напишите город и страна, откуда вы сегодня смотрите вебинар или в Перископ. Это, друзья, просто очень всегда впечатляет, потому что раньше у нас была комната, которая просто показывала напротив каждого, скажем, флажок стоит. А сейчас просто, чтобы мы сами видели, то есть, видите, Харьков, Приднестровье, Нижний Патарстан, Томск, Израиль, Россия, то есть Саранск, Осло. Это Борис, Борису привет, Воронеж, Тыва, вот, здесь тоже Уфа, Хабаровск, Мурманск, Питер. Видите, друзья, это я не просто так, как бы, запустил процесс, это как раз вот иллюстрация того, что когда мы говорим, что 150 стран, которые официально представлены у нас в реестре, это сотни тысяч уже реально людей, которые участвуют в проекте, это как раз, друзья, та работа, которая сегодня нас поддерживает. Так, давайте теперь тогда прям начнем по этапу, сразу оговорюсь и скажу про гектар земли на Дальнем Востоке, я буду говорить в конце, а после того, как выступит Алексей со своей частью, вот, я прокомментирую, сделаю, потому что, как мы и говорили, когда запускали этот процесс, что на этом точка не поставлена, мы запустили и участвовали в самом начале, когда ждали этот закон, потом, как он развивался, дали определенный прогноз, сейчас третий этап начинается очередной болтовней, поэтому, друзья, это мы с вами рассмотрим и сделаем в части. Значит, давайте события, которые хотелось, с комментария которого бы хотелось начать вот именно такую серьезную содержательную часть расширенного техника экономического вебинара. Это, так, друзья, вот за такие вещи буду сразу наказывать, сразу будем удалять в черный список, то есть мата и это самое здесь не приемлется, сразу это самое на выход. Значит, смотрите, Skyway официально группа компаний подала заявку на участие в инотрансе 2018 года в Берлине, это та выставка, которая прошла в сентябре, вот, она идет раз в два года. Мы выступили и инженер Юницкий представил новый концепт транспорта второго уровня электромашин, вот, и были представлены два действующих образца, Юнибайка и 14-местного Юнибуса, который может выполнять определенные задачи. 29 ноября Юнибайк приступил к ходовым испытаниям и продемонстрировали, началась испытываться путевая структура на разных этапах. Сейчас идет монтаж уже второго участка для Юнибайка и Юнибуса легкой трассы, которая покажет возможности прохода пролетами 200, 400 и 200 метров. Соответственно, все это будет четко сделано, испытано и продемонстрировано уже к экофестивалю, который будет идти в июне. Датами определяются, скорее всего, это будет 17 июня, либо неделей раньше, либо неделей позже. Точная дата сейчас устанавливается и будет в ближайшее время доведена. Соответственно, рождение этой технологии мы считаем 29 ноября. И для нас участие в инотрансе, который представлял на стенде Род Хук, партнер и наш, скажем так, очень активный, сначала эксперт, а теперь сторонник и, соответственно, участник бизнеса. Это человек, который возглавляет управляющую компанию Skyway Австралии, бывший министр транспорта Южной Австралии. Вот, соответственно, на инотрансе было заявлено о существовании такой технологии. Интерес к стенду был самый большой, то есть вы видели, что самое большое количество посещений, постоянное количество и журналистов, и активных участников, кто приходил посмотреть. И, соответственно, огромное количество контактов и партнеров, которые возникли после инотранса. Соответственно, там мы договорились с рядом очень серьезных, крупных и бизнес-структур чиновников о том, что мы будем приглашать уже на демонстрацию именно путевой структуры и на демонстрацию уже ходовых испытаний. Что, в общем-то, на май-июнь уже и активно запланировано. И, если оценивать участие в инотрансе, то это был хороший, мощный дебют, когда мы вошли в топ-60 представленных из 4 тысяч компаний, когда очень был серьезный интерес. И, соответственно, это показало возможности компании и команды, которая ставила задачу в очень сжатые сроки подготовить и продемонстрировать машины. И, соответственно, это было выполнено. Теперь, друзья, в 2018 году участие в инотрансе мы будем считать и ставим перед собой задачу, что это будет уже фактически бенефис SkyWay. Это будет, к тому времени уже будут показаны и продемонстрированы основные возможности технологий, будет уже активно эксплуатироваться и проходить сертификацию городской, и юнибайк, и транспортная система грузовая, и контейнерная, и, соответственно, сыпучих грузов. Будут уже прототипы представлены, прототипы представлены уже скоростных юнелетов. И это все будет активно идти на фоне адресных проектов, потому что, как Юницкий в начале года уже сказал, задача на этот год, это как минимум 17 адресных проектов, которые уже прорабатываются и в этом году будут стартовать. Соответственно, в 2018 году это все будет инотранс проходить уже на фоне активного строительства, активного развития конкретных адресных проектов. Поэтому, друзья, это очень серьезный там будет стенд, очень серьезная монстрация, там будут показаны новые образцы подвижного состава, и новые юнибайки, и юнибусы, и юнилеты, и юникары, и юнитраки. Что-то будет представлено прямо в оригинале. На самой выставке что-то будет именно уже в виде макетов или уменьшенных копий. Соответственно, это тоже все инотрансе уже активно будет представлено, и, соответственно, Skyway будет представлено и заявлено именно как активно развивающаяся корпорация, который ведет проекты и строительство уже во многих и многих странах мира. Поэтому инотранс 2018 года будет очень важная веха, очень важное событие, к которому начинают готовиться уже сегодня. Вот, соответственно, это, ну, просто как рубеж, к которому, к этому инотрансу готовились тоже почти полгода, вот, когда было принято решение участвовать в инотрансе и выставить на нем две готовые машины. Сейчас к инотрансу 2018 года подготовка начинается почти за полтора года, и я могу сказать, что это будет очень интереснейшее событие, поэтому могу сказать, что друзья уже заранее приглашают. Это вот с чего хотелось бы начать. Теперь из тех новостей, которые прошли в репортажах за эту неделю, вот, с того времени, как прошел последний наш вебинар в эфире, значит, показаны этапы строительства легкой трассы, то есть поворотные опоры поставлены, показаны сегодня уже испытания и работа в цехах, и, соответственно, видно, что расширение производственной базы для того, чтобы выйти на 3-5-10 тысяч своих машин в год, производство сегодня позволяет это сделать. Соответственно, это необходимо для того, чтобы не тормозить, а активно развивать адресные проекты, которые вот запускаются прямо с весны этого года, для того, чтобы были свои производственные мощности по изготовлению электромашин, были свои мощности по изготовлению путевой структуры и были свои именно производственные и научно-производственные мощности для того, чтобы готовить кадры, для того, чтобы реализовать эти адресные проекты. Все это, друзья, на сегодняшний момент, я точно могу сказать, есть, все это активно развивается, переоснащается и готовится новое сейчас производство, Поэтому, друзья, это залог того, что адресные проекты, которые будут запускаться в 2017 году, они будут реализованы быстро, качественно и, соответственно, перейдут уже из разряда инновационных в инвестиционные, а из инвестиционных уже высокодоходные. Это, друзья, как раз начало большого бизнеса, который сегодня, ох, как этот опять деятелей, уже под новыми, так сказать, этим он влезает. Андрей, разберись с этим бойцом, так сказать, как бы это. Вот, поэтому здесь я могу сказать, что все предпосылки для того, чтобы уже расти, как корпорация, которая развивает адресные проекты по всему миру, сегодня основа создана. И дальше, по мере того, как идет регистрация, сегодня мы уже перешагнули уверенно регистрацию тысячи новых партнеров в день, соответственно, могу уже так, не то что отчитаться, а по, скажем так, довести такую определенную информацию, что за январь, несмотря на то, что, друзья, это праздничный месяц, о том, что это для всех компаний, которые работают в бизнесе, привлечения инвестиций, это всегда самый провальный, самый сложный месяц, я могу сказать, что мы, как именно краудинвестинговая, венчурная инвестпроводящая система, инвестпроводящий фонд, вот, мы показали уверенный рост в январе и вышли на исторический максимум по привлечению партнеров и, соответственно, инвестиций в экотехнопарк. Соответственно, друзья, это очень для нас важная такая веха, мы ставим теперь следующие рубежи и идем дальше, друзья, для нас нет сегодня ни возможности, ни кто нам предоставляет такое послабление для того, чтобы мы могли расслабиться и сегодня уменьшить темпы и этапы этой работы. Поэтому это тоже, друзья, я могу вас всех с этим поздравить, вот, потому что, как большее количество прихода партнеров и инвесторов и, соответственно, инвестиций в экотехнопарк, это, друзья, залог того, что будут выполнены большие объемы работ, о том, что это будет проведена большая модернизация и оснащение сегодня собственного производства, и это залог того, что конструкторское бюро будет работать стабильно, уверенно выдавая те результаты, которые нам, как заказчикам, именно заказчикам, друзья, прошу обратить на это внимание, потому что мы с вами являемся заказчиками первого адресного проекта, которым, собственно, и является экотехнопарк. И мы, соответственно, друзья, заинтересованы именно в том, чтобы экотехнопарк развивался как можно быстрыми темпами для того, чтобы он все больше и больше демонстрировал свои возможности и приходили все больше и больше партнеры. И больше имеется в виду и по количеству, и по объему инвестиций. Еще могу сказать по структуре инвесторов и инвестиций, которые сегодня идут. Соответственно, постоянно снижается доля России в этих инвестициях и в инвесторах, хотя стабильность определенная есть, и российские инвесторы активно инвестируют, но доля в общем, скажем так, вкладе, в общем объеме сегодня проводимых работ постоянно снижается. И это, друзья, абсолютно закономерно, и это правильно, потому что подключаются все новые и новые инвесторы с Восточной Европы, с Западной Европы. Как мы говорили, у нас активно и активно растет сегодня инвесторы из Германии. Мы с Алексеем почти полгода потратили на то, чтобы именно немецким инвесторам, сначала русскоговорящим, потом подключились уже чистые немецкие инвесторы, потому что для них культура инвестирования и объем инвестирования совсем другое понятие, чем в России или, допустим, в Беларуси. В Беларуси вообще практически инвестиционная активность сегодня идет к нулю, и здесь у нас есть очень много оппонентов в Беларуси, которые пытаются сегодня, скажем так, мотивируя или апеллируя к законам привести незаконные деятельности в Беларуси. Поэтому здесь, ну здесь есть, друзья, ряд других очень таких интересных юридических тонкостей. Поэтому я могу сказать, что западные инвесторы, они не понимают, как можно инвестировать 10, 15 или даже 100 евро или долларов в месяц. Для них 100 долларов это пойти пиво с гамбургером поесть, там в ресторане с семьей поужинать. Это понятно и непонятно, как можно ужин променять на инвестицию. Для любого инвестора, кто зарабатывает деньги на своем бизнесе и имеет возможность в свободные средства инвестировать, для них инвестиции начинаются там от 5, 10, 15 тысяч евро, долларов, в зависимости от страны. И сегодня начинается тот активный этап, когда мы действительно становимся понятны, как венчурный, инновационный, научный, прорывной проект, который оформлен юридически, который оформлен с точки зрения доведения информации и который оформлен с точки зрения возможностей инвестиции. Мы всегда повторяем, что мы высокорисковый 100% венчурный проект и из-за того, что мы сегодня все больше и больше показываем технологию и снимаем технологические риски, риск не перестает быть 100% венчуром, потому что есть огромное количество инвестиционных, конкурентных, политических рисков, еще всевозможных рисков, которые сегодня есть. У меня есть один приятель, банкир, я много про него говорил, который сначала говорил, что мы не соберем конструкторское бюро в мае прошлого года, потом, когда бюро заработало, очень долго смеялся, когда мы показывали этапы строительства, о том, что мы строим где-то на Амкаде, не происходит, но потом, когда реально увидел эко-технопарк, когда запуск работы, сегодня он уже не говорит, что технологии не существуют, но сегодня он утверждает о том, что нас задавят конкуренты, что нас никуда не пустит РЖД, что любое правительство любой страны будет ставить нам препоны, нам не засертифицируют продукцию, нас не пустят на рынок, и поэтому мы не сможем выполнить те обязательства, которые сегодня берем перед нашими партнерами, акционерами. На что, друзья, я всегда отвечаю, что мы ответили на вызовы, которые были связаны с техникой, с техническими инженерными работами, когда Юницкий, как генеральный конструктор, собрал конструкторов, и это сегодня очень молодая, талантливая команда, которая дает очень интересное решение. Сегодня собрана компания, именно инженеры, которые в состоянии изготовить это, и вы видели, когда мы готовились к инотрансу, в самые короткие сроки, друзья, это считанные месяцы, там 3-5 месяцев, когда был спроектирован и изготовлен Юнибайк и Юнибус на высочайшем технологическом уровне, друзья, высочайшем. И когда Виктор Бабурин, общаясь с вице-президентом Сименса, когда он сказал, за сколько вы изготовили и спроектировали эти машины, пришлось соврать, сказать, что это порядка года, и я могу сказать, он ему не поверил. Он сказал, за год такие машины спроектировать и изготовить невозможно. Что бы он подумал, когда Виктор бы ему сказал, что это 4 месяца? Он бы сказал, что ребята, вы просто фантазеры. А это реально вот те сроки, которые сегодня происходят изготовление и монтаж сегодня четырех направлений путевой структуры. Вот, поэтому это тоже, друзья, очень интересный, интересный такой итог и вопрос. И поэтому, отвечая на эти риски, которые мы снимаем, про РЖД, я отвечаю вообще очень просто. Я говорю, друзья, ну ладно, РЖД, будем сказать, монополист, олигархическая структура здесь, в России. Ладно, они нам не позволят строить конкурентов себе, и мы не будем строить в России. А как они могут запретить в Монголии, в Вьетнаме, в Боливии, в Индии, в Израиле, в Соединенных Штатах, в Канаде? Это просто откуда? Потому что в Индии сегодня три направления идут одновременно по тому, чтобы запустить адресные проекты с пропускной способностью миллион пассажиров в сутки каждый. Там идет сейчас уже проработка и преддокументация на строительство уже и так далее. Поэтому мне задают вопрос, вы что хотите сказать, что РЖД будет везде запрещать нам строить? Ну вот на что я вам честно могу сказать, что у РЖД просто ручки коротки, не смогут они запретить строительство во Вьетнаме, в Монголии или в Боливии. А нам, как акционерам и как партнерам, какая разница, где будут строиться адресные проекты. Ну будут чиновники ставить припоны в России, будут ставить припоны в Белоруссии, значит не будет там строиться, только будет строиться в других местах. Вот по сертификации очень много задают вопросов, друзья. Эта сертификация здесь проблема, где все зависит от чиновников. Вот нам в Словакии долго рассказывали, мы общались с мэрией Братиславы, и они нам тоже очень долго рассказывали, как сложно пройти сертификацию и как сложно, соответственно, в Словакии, в Евросоюзе ввести новое, как надо вводить новые стандарты. А в Индии, допустим, когда Юницкий общался с министром транспорта Индии, не штата, где планировалась первая адресная трасса, это предгорье Гималаев, а именно уже с большой Индией, именно министром транспорта, на что он ему сказал, что, мистер Юницкий, сертификация – это вообще не ваша проблема. Если надо, мы введем изменения в законодательстве, в правительственные акты. Если вы нам покажете и действительно подтвердите те декларируемые факты вашей технологии, которые нам нужны, это не ваша проблема. Вот это, друзья, нормальный подход. То же самое нам говорят во Вьетнаме сегодня, где переговоры ведутся на самом высшем уровне, где тоже сказано, что, друзья, как только вы покажете возможности технологии, вся сертификация, разрешение, землеотводы – это не ваша проблема. Это наша проблема, как чиновников. И здесь, когда нужна действительно чиновникам эта дорога, они не будут ставить препоны и рассказывать, почему это нельзя построить. Они будут всячески помогать. А если, как мы только зашли в Литву, и там нарисовался министр транспорта и сказал, что мой сын возглавит компанию, дайте мне долю, и сколько я буду иметь за то, что вы в Литве, конечно, с такими чиновниками мы никогда не построим и никогда сертифицируем. Поэтому Skyway сегодня не строится в Литве, и нас нет в Литве. Поэтому мы сегодня судимся с правительством Литвы, с этими жуликами, которые еще и украли у нас денег, еще и не отдают сегодня деньги, те, которые принадлежат Skyway. И мы дойдем и до Верховного Суда Европейского и докажем, что эти жулики из правительства, так сказать, ну, правда, нельзя в эфире так говорить про правительственных чиновников, в очередной раз, так сказать, будем говорить про них с уважением. Это люди, которые отстаивают не совсем справедливые интересы. Но и на них всегда найдется управа. И я могу сказать, что мы, общаясь сейчас, мы на многих наших прибалтийских конференциях участвует пастор с Шауляя, где у нас предполагал строительство полигоном, всегда нам передает привет от мэра, извинения из-за того, что у нас не получилось в Литве, и всегда просит разделять высшую политическую власть, которая сегодня есть, и реально людей, которые хотят развивать Литву, которые хотят, так сказать, это... Ну, я думаю, что это тоже все встанет на свои места. И, друзья, время все расставит, и время все решит. Поэтому не хотят какие-то чиновники или ставят какие-то чиновники препятствия. Значит, просто там не будет развиваться этот проект, он будет развиваться там, где нас ждут, где хотят развиваться Skyway, где хотят, чтобы развивалась эта территория. И, друзья, подводя такой небольшой, как бы, итог вот тому, что сейчас происходит, делается, я могу сказать, что Skyway сегодня уже не заявляет, а реализует те сегодня проекты или те возможности, которые стоят перед сегодня велением времени. Сегодня это не надо назвать между машинами, тем, что создала цивилизация сам человек, и самим человеком. И на этой войне сегодня гибнет полтора миллиона человек в год. А по последним данным уже миллион 600, это то, что погибло в автокатастрофах в этом году и, ну, в прошедшем году. И, соответственно, более 15 миллионов стало инвалидами. И когда сегодня идет новая разработка концепции, она носит название мобильности 4.0, когда все сегодня достижения электроники, мобильной связи, интернета пытаются установить движущиеся средства, это автопилоты самолетов, это система безопасности и контроля на автомобиле, для того, чтобы снизить безопасность, чтобы сделать безаварийным движением сегодня на Земле. Но сразу можно сказать, что на Земле это сделать невозможно. Это возможно сделать только на втором уровне, только в эстакаде и разнести среду обитания человека и машин. Что, собственно, и делает сегодня технология SkyWay и что разрабатывает научная инженерная школа Юницкого. И у этого длинная, не скажем так, очень давняя история научных разработок. Мы будем вам постоянно показывать и ссылки статей, которым уже 30, 20, 15 лет, то есть то, что эта разработка идет. И, соответственно, научная школа, которая сформирована, она стоит на мощной такой научной базе. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делаем, мы решаем 100% безопасности и мы, соответственно, понятием мобильности 4.0 вводим мобильность 4+. То есть, когда электромашины второго уровня находятся на очень дешевой, простой эстакаде, которая не требует отводов Земли, которая может делать любые пролеты и, соответственно, решает проблему безопасности. Поэтому SkyWay и струнные технологии, мы сразу говорим о том, что это 100% безопасный транспорт. Соответственно, вся система безопасности и те миллионы людей, которые должны погибнуть в этой войне за ближайшие 10 лет, а это, друзья, 15 миллионов человек по сегодняшней статистике, они будут спасены с помощью технологий SkyWay. И это уже не какие-то предположения, это реальность, потому что это уже испытывается, это существует. Второй очень важный момент, который сегодня стоит перед цивилизацией, это экология. Мы сегодня выбрасываем миллиарды тонн нефтепродуктов, сжигая их в двигатели внутреннего сгорания, сжигая их в электростанциях для того, чтобы получать электроэнергию для движения. Так вот, технология SkyWay с мобильностью 4+, мы решаем эти проблемы, потому что следующее утверждение, которое сегодня делает инженерная школа Юницкого, это то, что мы можем весь транспорт перевести на экологически чистые виды энергии, возобновляемые источники, и ни одного литра не будет сжигаться нефти и бензина для того, чтобы перемещать миллиарды пассажиров и миллиарды тонн груза в год. Соответственно, это тоже, друзья, это то, что нам возвращается кислотными дождями, это то, что нам возвращается тяжелыми металлами в пище, это то, что мы пьем некачественную воду, едим некачественные продукты и дышим некачественным воздухом. Соответственно, друзья, следующий момент, мы решаем все эти вопросы, и у нас нет этих проблем с мобильностью 4.0, это то, что мы уже сегодня вносим и то, что сегодня продвигаем. Следующее очень важное, друзья, утверждение, мы готовы сегодня в течение 3-5-10 лет все города мира избавить от пробок. То есть то, что сегодня вводят технологии Skyway, ни одной пробки и ни одной минуты потерянной времени сегодня для человека не будет. А как вы понимаете, это сегодня основная проблема всех мегаполисов и всех, соответственно, технологий, которые пытаются это решить. Поэтому люди сегодня лезут под землю, роют эти безумные дорогие и опасные норы для того, чтобы уйти от пробок. Технология Skyway это решает очень просто, очень легко, и инженерные решения, которые сегодня разработаны и уже испытываются и реализуются, они позволяют это утверждение делать. Ну и следующее, друзья, чтобы уже совсем, как говорится, ввести в научное русло нашу сегодняшнюю встречу, это о том, что мы готовы предложить. Юницкий первый вообще в истории передвижения, в истории транспорта ввел понятие 5.0, то есть это мобильность с концепцией мгновенного перемещения, когда человек, перемещаясь, то есть находясь в движении и осуществляя задачу из точки А попадать в точку Б, он, соответственно, при этом еще и занимается необходимым делом. И первое, что мы показали концепцию мгновенного перемещения, это Sky Fitness. И вы видели ролик, если не видели, Алексей сейчас вам покажет еще. Комон, вице-чемпион мира по натуральному бодибилдингу, который просто вообще является вместе со своей невестой, уже почти женой Ниной, приверженцем здорового ура жизни, здорового питания. Соответственно, он совместно уже являясь советником генерального конструктора, разрабатывает сейчас комплекс и упражнений, и сами тренажеры для того, чтобы, находясь в юнибайке, можно было заниматься полноценным спортом, то есть нагрузкой на все группы мышц, при этом вырабатывать энергию, на которой движется сам юнибайк. То есть, соответственно, мы с вами становимся генерирующими машинами, которые не накладывают себе в живот и не отъедают, извините, еще точки тела очень тяжелые, а, соответственно, занимаются спортом, получают необходимую физическую нагрузку, это Sky Fitness, новое направление, но при этом, друзья, вырабатывает энергию, на которой же и происходит движение. Так вот, друзья, для понимания этой цифры, я вам могу сказать, что когда будет на юнибайках перемещаться миллиард человек, миллиард пассажиров, а это, друзья, я думаю, что будет меньше, чем за 10 лет, соответственно, для того, чтобы выработать такую же энергию и передать ее в сет, чтобы на сегодняшний миллиард человек перемещались, надо будет, ну, если бы электрический эквивалент, надо будет построить 47 атомных электростанций. Так вот, друзья, в той научной школе, которая сегодня разрабатывается и внедряется, то, что сегодня концепт дает инженер Юницкий, этой энергии не то, что не будет произведено и передано, а будет перемещаться миллиард юнибайков, будут перемещаться миллиарды тонн грузов, но при этом эта энергия ниоткуда не возьмется и никуда не исчезнется. Это, друзья, как раз выработка самой системой, то, что ей необходимо. И я, как пример мгновенного перемещения, привел это для того, что сегодня человечество страдает, это основная проблема, медики это знают, это малая подвижность людей, это нарушенный метаболизм, отмен веществ, ну и как следствие огромное количество заболеваний. Так вот, друзья, сегодня концепция Skyway, она позволяет утверждать, новыми, потому что они будут постоянно заниматься спортом, потому что хотя бы это выгодно, чтобы не платить за электроэнергию. Мы постоянно будем дышать чистым воздухом, мы будем пить чистую байкальскую или там еще горную чистую замороженную воду, мы будем питаться продуктами, которые будут произведены по новой технологии, соответственно, все это будет влиять на качество и на продолжительность жизни, поэтому это тоже очень важное утверждение, которое сегодня делает именно научная инженерная школа, которую мы продвигаем и делаем. И автор и создатель этой школы это наш соотечественник, инженер Юницкий, и я очень рад, что мы все, друзья, находимся в процессе, который позволяет это продвигать и, соответственно, развивать. Ну, друзья, я сейчас передаю слово Алексею, он как всегда дает свой взгляд на то, что происходит, я всегда с большим удовольствием его слушаю и, соответственно, что... Сергей Анатольевич, здравствуйте, дорогие друзья, кто присутствовал у нас на вводном технико-экономическом вебинаре, кто, может быть, только подошел. Очень рады то, что у нас количество людей прибавляется, но все же могу сказать, что есть куда стремиться, у нас было и по 500, и по 600 человек, поэтому давайте как бы проявлять инициативу и приглашать людей на вебинар, потому что, естественно, проще пересмотреть записи, но создается элемент срочности, и один из элементов срочности мы будем использовать в раннем бронировании, так скажем, обязательства международной корпорации Skyway, то, что мы под рабочим названием вывели сейчас опцион. И это серьезное нововведение, многие его не поняли, но как только оно появится, вы поймете, насколько же это действительно актуально. Ну, а я хотел бы в своей части продолжить освещать транспортные проблемы и потенциал Skyway в других странах. Как я говорил на дневном вебинаре, если в 2016 году, еще в самом начале, что-то подсказывало, что вырвется вперед Европа, и уже в конце 2015 года, даже в середине было видно, что русские инвесторы наши подвыдохнулись, так скажем, и нужна им помощь, и благо вот этот олимпийский, действительно, всемировой человеческий огонь Skyway передали европейцам, и они приняли, и начали бежать, соответственно, вот этот наш долгосрочный марафон, потому что действительно тяжело развивать проект Skyway многим, потому что у кого-то есть своя работа, у кого-то есть какая-то иная деятельность, и, соответственно, кто-то уходит даже элементарно в другие проекты, если говорить про сетивых лидеров, но, естественно, они к нам вернутся. И европейцы стали в 2016 году очень мощно развивать, поэтому я могу сказать, что на сегодняшний день европейцы дают большую часть инвестиций, и примерно 10-15% дают русские, то есть у нас есть куда-то расти, у нас есть потенциал, над этим непосредственно мы с Сергеем Анатольевичем будем работать, то есть мы создаем определенную систему. Кстати, если есть хорошие веб-дизайнеры, дорогие друзья, то мы для этой системы, ну, сейчас у нас есть дизайнеры и так далее, но, пожалуйста, обращайтесь, пишите, будем просматривать кандидатуры, потому что это позволит ввести обучение и вообще вот дублицировать деятельность во всех фактически social media. сейчас я искренне уговариваю записать первое видео Сергея Анатольевича, и у Сергея Анатольевича будет целая работа, так скажем, определенный ресурс у нас будет, YouTube, где будут выкладываться видео именно его про размышления, то есть вот самое первое видео, которое сейчас горит, это рассказать о Гектаре, ну, естественно, как бы по ласкови отзываясь о чиновниках, но я больше чем уверен, будет множество просмотров у этого видео и тем самым мы будем вводить в проект Skyway буквально холодные ледяные контакты и утеплять их уже на вебинарах, на мастер-классах и так далее. Ну, я немножко отступил, но на самом деле не отступил, потому что мы эту систему также будем дублицировать, когда покатаем и на весь Skyway Capital и на иностранный рынок, в первую очередь это словацкий, это эстонский, это Прибалтика, тот, кто у нас уже дает серьезные инвестиции. И если говорить про развитие адресных проектов, дорогие друзья, то я могу сказать, что на сегодняшний день идет настоящая такая битва адресных проектов, настоящая гонка адресных проектов. Если в 2015 году я называл это большой космической гонкой именно конкуренты, вы все помните, что я рассказывал про SkyTrend, я рассказывал про Metrina, была такая технология, то есть все, что касается транспорта второго уровня, есть определенный даже вебинар, где рассказывается история транспорта второго уровня, она действительно имеется. И мы в этой гонке сейчас остались фактически два кандидата, то есть это Hyperloop и SkyWay, и у нас более чем есть шансы победить, потому что Hyperloop в недавнее времени продемонстрировали, это вот именно компания Илона Маска, было организовано шоу, и я повторюсь, это шоу, это такой шаблон американской мечты, что сейчас пресекает, и я искренне уважаю многие преобразования Дональда Трампа, но что для нас россиян не особо радостно, когда он закончит преобразование, он начнет действовать по тем декларациям, которые он продекларировал, руки еще не дошли, например, открытие и распаковка всех нефтяных месторождений в Мексиканском заливе и так далее. Все вы прекрасно понимаете, что тогда произойдет с рублем. И, соответственно, все эти моменты мы можем сказать, что могут использованы быть и на территории России, и мы можем сейчас вырваться вперед в качестве развивающейся экономики. Сейчас мы развивающаяся экономика, и я могу привести пример, очень мне нравится пример, именно описание российской экономики. Это пьяный олигарх, танцующий на барной стойке в будний день. То есть вот очень четко, причем это описал один из руководителей мощнейших Морган Стэнли, который отвечает за рынок пограничных рынков в развивающих странах. И очень интересные, так скажем, у него материалы, поэтому я хотел бы вот такие выдержки. Естественно, не из головы беру, я изучаю материалы, их передаю. И хотел бы вам рассказать про Бразилию в данном случае и про Африку. Бразилия – это вообще отдельная история. У них был период, когда в них очень серьезно инвестировали. То есть это двухтысячные годы. И сейчас дошло до того, что в принципе вообще стоимость отеля в Рио-де-Жанейро, она намного дороже, чем, допустим, самый престижный отель, к примеру, в центре Москвы, то есть буквально на Красной площади. И хлынул поток дешевых денег. Нужно было инвестировать эти деньги всей в инфраструктуру. Как я говорил, столпы экономики – это транспорт, телекоммуникации, IT-инфраструктура, водоснабжение, электроснабжение, внутренний оборот, внутренний рынок. То есть это основа каждой экономики, каждой страны. С этим невозможно поспорить. Это как закон физики, это как закон математики. И самое интересное, что наша технология – это все себя включает. Так вот, в Бразилии, если говорить про перемещение в городах, то, в принципе, крупнейшие корпорации выбрали такой способ перемещения через сеть вертолетных площадок. То есть они установили наверху здания вертолетные площадки. И так как невозможно перемещаться в этих бешеных пробках по Сан-Паулу, по Рио-де-Жанейро, я просто общаюсь с одним человеком по будущим потенциальным адресным проектам. Сейчас он, так скажем, раскачивается. И он говорит эту ситуацию от действующего лица, кто живет в этой стране и кто понимает эти проблемы. Если говорить, соответственно, про то, что касается Бразилии, перевозки грузов, то вообще транспортировка, допустим, сахара, по сути, превращается в фарс. То есть из-за недостатка складов, погрузочно-разгрузочных модулей, вот сразу складывается аналогия погрузочно-разгрузочные терминалы, которые мы будем демонстрировать уже в июне 2017 года, то есть в этом году одновременно с сертификацией. И, соответственно, далеко не всем удается не то, что довести груз до порта вовремя, а приходится возле портовых ворот стоять по 2-3 дня, потому что система эта не оптимизирована, она допотопная, она доисторическая и до смешного доходят. Это владельцы крупных агрофирм говорят, что груз везется, но дороги настолько разбиты, что груз вываливается, это дорогостоящие продукты продовольствия и, соответственно, подбирает их бразильцы и начинает торговать. Понятно, что раскручивается маховик внутренней торговли, но, тем не менее, бизнес транспортных перевозок этой продукции, он весьма страдает и корпорации также весьма страдают. Так вот, когда даже владельцам вот этих агрокорпораций будет предоставлено решение, что объединитесь, объединитесь в какой-то консорциум и построите струнную дорогу по тем маршрутам, по которым вы возите неэффективно сегодня на грузовиках, на фурах, которые мы вообще декларируем, что уйдут с лица планеты и все переместится в виде высокоэффективного перемещения по концепции мобильности 5.0, но на второй уровень. И что-то мне подсказывает, что такое консорциум можно будет организовать, такие энтузиасты найдутся, несмотря на то, что в Бразилии на сегодняшний день кризис. Если говорить про Африку, дорогие друзья, мне очень понравилась фраза Михаила Кириченко. Естественно, в каждой шутке есть доля правды. И если говорить про Конго, например, то есть это одна из самых плодороднейших стран вообще вот африканского континента. И индийские миллиардеры, которые имеют опыт запуска телекоммуникационных компаний, они посещали Конго. И вот почему я про Михаила Кириченко вспомнил. Анатолий Эдуардович отметил очень так серьезно фразу предложение, шутку Михаила Кириченко перевозить на наших юникарах, юнибусах золото и алмазы и серебро. Так вот, если говорить про Конго, это как раз таки про Конго, потому что там хорошие очень серьезные запасы золота, алмазов, серебра, различных драгоценных металлов и плодородный слой почвы, там не понадобится. Наша технология Sky Soil, то есть создание гумуса, там не понадобится. Но вот то, что вы видите на экране, и не будет затронута экология, действительно Конго может вырваться из пограничных экономик, пограничных миров, действительно в прорывные экономики резко. Но что ответили миллиардеры, индийские миллиардеры, когда посещали Конго. Вас не будут инвестировать до тех пор, пока вы не построите дороги. И опять же, когда будет продемонстрирована наша технология, грузовая система, то есть погрузочно-разгрузочные терминалы, конвейерная система, естественно, высокоскоростной транспорт и все, что мы декларируем, то тогда вообще вот из таких стран, из пограничных рынков будут делать адресные проекты Skyway. То есть вся страна будет адресным проектом Skyway. Потому что туда придут инвесторы и будет выгодно туда инвестировать в транспортную инфраструктуру и действительно получить прибыль очень быстро, потому что решаются все проблемы одним махом. Опять же, вот все столпы экономического развития, которые я говорил, Skyway может это решить. Другие – это то же самое, как не пользоваться телефоном, а ходить с фотоаппаратом, допустим, со старым громоздким телефоном, SMS отправлять через пейджер. То есть это примерно такое же решение, оно кажется сейчас бредом. И когда оптимизированная, унифицированная система инфраструктуры появится в мире, то это начнет очень быстро и очень спонтанно развиваться по всему миру. Ну и такой пример, который меня поразил. Я многое слышал, многое читал, анализировал, но этот пример меня действительно поразил. Между двумя небольшими столицами африканских стран, это Код-Дивуара, то есть это Абиджан, до столицы Мали, соответственно, это Бамака. Длина отрезок пути в тысячу километров преодолевается. Внимание, это вообще поразительно, и это какой-то транспортно-логистический идиотизм. В 500 часов, в 500 часов тысяча километров. И о какой вообще эффективности перевозок здесь может идти речь. То есть наша Россия с разбитыми трассами на севере отдыхает, так скажем, когда 500 часов, тысяча километров необходимо проехать. То есть по сути это меньше скорости пешехода. А это транспорт, это грузовые перевозки и, соответственно, естественно, корпорации, различные преступные группировки пользуются этим и за килограмма требуется платить примерно за тонну, требуется платить примерно 250 долларов. То есть для бедных африканских стран это неподъемные деньги, и не все могут это делать. Ну и, соответственно, тут господствуют уже такие вот организации и группировки. И это ответ на вопрос, спрашивали о прогнозе о социальном, как технология Skyway повлияет. Технология Skyway будет создавать такую среду, на наш взгляд, когда вообще транспортная индустрия, она будет постепенно очищаться от коррумпированности и будут, наоборот, создаваться все новые и новые способы, все новые и новые транспортные приложения, так скажем, транспортные аппликейшнсы, как мы называем, как прикладные футурологи, которые будут эту индустрию капитализировать. То есть если сейчас вообще вот коррупция или что-то в IT-индустрии, естественно, когда покупается крупный контракт Microsoft на завод, какая-то коррупция имеется. Но в таком общепринятом смысле, как на сегодняшний день в транспортной индустрии ее нету, ее просто нету. И поэтому такие понятия, они постепенно будут сходить на нет, как будут сходить на нет грузовые фуры, они переместятся на второй уровень, как велорикши, мототакси и тук-туки будут перемещаться на второй уровень. И вот мы увидели сегодня, на днях точнее, когда разместила головная компания, информационный отдел головной компании, репортаж о производственной площадке, когда говорили про юнирикши, то есть электрорикши. Это будет просто взрыв, это будет просто супер бум, потому что все будут покупать, как только будет создана инфраструктура, именно в виде путевой структуры. Все будут покупать индийцы, прекратят покупать мототакси и начнут покупать юнибайки, потому что это будет более эффективно, более дешево и это будет более безопасно. Что-то мне подсказывает, даже специальные государственные законы будут созданы в той же Индии. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Наше дело, так скажем, развивать наш проект Skyway, строить Skyway и рассказывать о проекте Skyway каждый день. Ну и очередная возможность привести с собой народ, чтобы посмотрел на, да, рикша юнибайк. Юнибайк или не юнибайк время покажет, но это концепция уже озвучена Анатолием Эдуардовичем и, соответственно, это может быть юнибус. Если говорить про юнибус, мы как именно прикладные футурологи можем сказать, что там будут различные совершенно транспортные приложения использоваться. То есть мобильный кинотеатр, Тодриан придумал, что это свадебный кортеж может быть и даже вот он мечтает, что может быть до свадьбы удастся вот эту вот идею реализовать, но, естественно, не так быстро. То есть я сказал Адриану, да, Додриан, идея классная, но нужно реализовывать основные вехи рынка, а ответвление появится сами собой, как появился рынок смартфонов, потом появился Андроид и Андроид, кстати, отделился от Google, кто не в курсе и вообще вот специалист очень мощный, который работал в корпорации Google, отделился, создал Андроид и фактически операционная система Андроид это мощнейшая операционная система, которая создает открытые мобильные приложения. Так у нас будут и открытые и закрытые транспортные приложения и они будут составлять дополнительную капитализацию и они в том числе приведут к тому, что у нас скорость перемещения товара, пассажиров будет стремиться к нулю и тогда вообще вот стоимость проезда также войдет в историю, то есть наши внуки, допустим, мои внуки будут спрашивать не папа, какой у тебя был интернет, а папа, дедушка, сколько ты платил за проезд? Я буду говорить, что вначале платил там 15-20-50 рублей, а потом за бензин. А что такое бензин? То есть вот так вот будет примерно. И это ближайшая реальность, это технологическая сингулярность, дорогие друзья, которая неустанно приближается и об этом я могу сказать, доказывают те такие вот смешные факты, но они будут очень серьезно капитализироваться, как летающие дроны для селфи. То есть если делают летающие дроны для селфи, то почему бы не появиться одному миллиарду юнибайков, если позиционируют, что появится 600 миллиардов устройств в ближайшие 5-7 лет в мире интернет-вещей. 1 миллиард юнибайков появится так же быстро и стремительно, как развивается на сегодняшний день интернет. Ну и мы увидим совершенно другой мир. Я рекомендую посмотреть фильм «Всем пассажиры». Это замечательный фильм, который уже такую космическую цивилизацию показывает. Очень много сейчас таких фильмов снимается, и это нам на благо, потому что после запуска высокоскоростного транспорта, его отработки в виде технологии и уже создания технологий более сложной, гиперскоростей, мы обязательно перейдем уже на общепланетное транспортное средство. И кто, если не мы, и кто, если не те люди, которые ежедневно, либо еженедельно, или как минимум раз в месяц строят SkyWay и спасают планету, в этом году нас станет еще больше. Нас будут миллионы. Строй SkyWay, спасай планету. Дай дорогу мир транснету. Ну и не забываем, что экофестиваль будет, соответственно, в втором квартале, второй половине июня. Так вот я увлекся вещанием, что не сказал про самое главное. Все бронируем места для своих друзей, знакомых, для своих структур, для целых стран. Открывайте новые страны, потому что ничто не показывает так наглядно, как неубиенные аргументы, действительно функционирующие в реальности технологии. Челябинская область у нас также планирует приехать. Это конец марта. В конце февраля у нас большая делегация из арабских стран. И также я могу сказать, буквально вкратце остановлюсь, не могу на этом остановиться. Не остановиться, вы увидите уже в новостях, то есть информационный отдел свяжется с Александром. Это тот человек, который развивал проект в Молдове адресный. И, соответственно, на прошлой неделе была проведена презентация уже мэру Кишинева. Управление дорожного хозяйства присутствовал, вице-мэр. И мы опять же подтвердили свой слоган на первых стадиях и вот тех стадий до доведения презентации. Я удаленно помогал, то есть в октябре началась эта работа. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Но это достаточно, кстати, небольшой промежуток. Четыре месяца презентации адресного проекта обычным инвестором, обычным классным, активным, амбициозным парнем, который, возможно, станет топ-менеджером одного из адресных проектов, может быть, сети адресных проектов в Молдове. Skyway дает возможность не только транспортного логистического лифта городского, но и социального лифта. Любой может стать каждым. Более реалистично. Да, я тут заодно общаюсь в перископе. Это есть своя специфика, потому что люди безнаказанно могут что-то писать, задавать вопросы. Поэтому мат, перемат, хамство. Ну что делать, друзья? Это интернет-культура. Когда люди не верифицированы и нельзя им задать вопросы, они себя, соответственно, так ведут. Поэтому мы сейчас прорабатываем с Алексеем систему, что будем выходить уже через Facebook, вещать по-прямому. Но эта ситуация готовится сейчас. То есть еще какое-то время надо на подготовку. Поэтому, друзья, вопрос, который сейчас насущный. Сразу могу сказать, что в ближайшее время мы подготовим и запишем прям целое, наверное, обращение, ну не обращение, а интервью такое с комментариями. Это по поводу дальневосточного гектара земли, что с сегодняшнего, ну или там с вчерашнего дня, как говорят, начался новый этап. Вот. Я тут все репортажи сейчас смотрю по поводу того, что комментируется и делается. И, друзья, я просто там вот такую цифру, что вот за все это время работы уже две тысячи заявок подано на дальневосточный гектар, подают там семьями, там берут интервью, когда говорят, я вот хочу здесь коровник построить, там еще там вот я на окраине какой-то деревни там взял себе там себе и со всей семьей там пять гектар. Друзья, это просто без слез не взглянешь, это вызывает просто, мягко говоря, улыбку. Это вот ярчайший показатель классической такой, ну я бы так сказал, русской, не совсем, ну можно и русской, советской, такой чиновничьей такой издевки, когда, про которую незабвенный классик Виктор Степанович Черномырдин сказал, что хотели как лучше, а получили как всегда. То есть никак, то есть сделали просто не то, что посмешище, не просто анекдот из того, что замышлялось, то есть сначала Трутнев с Путиным рассуждали о том, что землю надо сделать инвестиционным ресурсом, чтобы на того, чтобы привлекать туда инвестиции и людей, вот надо ввести, раздачу. Потом это все прошло через депутатов, через чиновников и во что это, друзья, превратилось, мы комментировали это в прошлом году, потому что реально мы ожидали о том, к чему это и как приведет, вот, и тот, ну скажем так, театр абсурдов, во что это превратилось, когда даже ввели о том, что, ну мало того, что только там, кто живет, потом на Дальнем Востоке, сейчас они третий этап, потому что никто не взял эту землю, потому что она там никому не нужна, там в радиусе 40 километров от, 100 километров от мегаполисов, без всякой инфраструктуры, куда заехать нельзя, там добраться нельзя, вот, соответственно, берите там землю по 5-10 гектар на семью вместе с детьми и что-нибудь с этой землей делайте. Это просто, ну скажем так, издевательство над здравым смыслом, это просто, ну скажем так, я считаю, что это как раз вот классическая вариант, когда любую красивую идею можно превратить, превратить, ну скажем так, в идиотизм, по что сегодня это все и превратилось. Вот, поэтому мы вернемся к этому вопросу, я очень хорошо сейчас сделаю, ну такой репортаж, чтобы мы показали, что можно это делать. Но, друзья, чтобы вы понимали, те, кто в проекте Skyway, те, кто является тем, кто понимает и заглядывает в будущее, ни о каком развитии Дальнего Востока, ни о каком развитии Сибири и ни о каком развитии России в целом, без Skyway речи быть не может. Это все просто глупо и утопия. И чем больше эти додики, которые принимают решения и называя себя там стратегами по развитию Дальнего Востока это поймут, тем быстрее что-то сдвинется. Я приводил пример на дневном вебинаре, могу сейчас еще раз привести пример, что, друзья, это, знаете, на что сейчас выглядит. Вот мы с вами, просто я аналогию привожу, мы с вами находимся в аудитории, которая и мы вам рассказываем, друзья, о интернете, о... Алексей меня опять сейчас будет подкалывать, я хотел сказать о Skyway, то есть это по Фрейду. То есть мы вам рассказываем о том, как будет мобильная связь, мобильный интернет, что такое WhatsApp, Facebook, как это будет, как будет работать GPS, как это все наша жизнь будет выглядеть. И представьте, что это происходит в 90-м году. Кто-то верит, кто-то не верит. Мы вам говорим, что вы можете стать сейчас со владельцами компании такими, как Apple, Dell, Microsoft, там еще там, не знаю, Facebook, который тоже будет создавать определенные сервисы. Это будет вам давать вот такие-таки вещи, вы будете иметь возможность позвонить с видеосигналом в 90-м году, друзья. То есть для младшего поколения это вообще ни о чем не говорить. Это я чуть кто постарше, хотя бы там 40 лет. То есть вот представьте, что я вам это рассказываю, я говорю, что вот я общаюсь, допустим, с Сергеем Брином, что правда, я действительно с ним общался, что есть там контакты, и вот я с Джоупсом, который мне там вот рассказывает, это я утрированно, друзья, приложу, но аналогия абсолютно четко есть. И вы можете сейчас инвестировать в компанию, которая будет производить персональные компьютеры, айфоны, айпады, там программное обеспечение, можете на этом зарабатывать, и вы будете обладать такими-то возможностями. Друзья, это 90-й год. А рядом в соседнем здании стоит МГТС, Московская городская телефонная сеть, и они обсуждают вопрос, как увеличить количество абонентов к 2000 году в Москве для того, чтобы протянуть больше медных проводов, поставить релейные станции, и чтобы еще, допустим, 200 тысяч москвичей к 2000 году, то есть через 90-й год, то есть через 10 лет, имели возможность разговаривать и общаться по телефону. Вы понимаете, абсурд этой ситуации, потому что в то время уже развивалась мобильная связь, уже формировалась микроэлектроника, уже развивалась все-таки, и в 2000 году я могу сказать, что, друзья, большинство москвичей просто не волновало, есть у него проводной телефон или нет у него проводного телефона. А прошло еще 10 лет, в 2010 году, если вам предложили, а хотите ли вы заплатить, соответственно, а хотите ли вы заплатить деньги для того, чтобы вам провели вот эти провода и еще какие-нибудь безумные абонентскую плату платить, вы бы сказали, а зачем? У меня есть мобильный телефон, мобильный интернет, зачем вы мне нужны? Так вот, друзья, я эту аналогию проводил не для того, чтобы представить, а вот теперь, друзья, то, что делаем мы, мы запускаем Transnet, мы создаем группу компаний, корпорацию Skyway, которая производит, делает, проектирует, соответственно, новые транспортные коммуникации 21 века, а при этом нам начинают рассказывать друзья для того, чтобы осваивать Дальний Восток, нам надо опять туда тянуть эту железную дорогу, нефтепроводы, электропроводы, соответственно, без этой инфраструктуры, которая должна взять на себя государство, я вот сегодня слушал все это, что вы возьмите гектара, со временем государство протянет туда инфраструктуру и может быть когда-нибудь вы заживете. Все это сказки, друзья, и утопия. Вот так вот, никакого развития, еще раз повторюсь, ни Дальнего Востока, ни Сибири, ни России в целом, без Skyway, без новых транспортных коммуникаций именно 21 века, быть не можем. И все это ерунда, и те, кто сегодня не от себя стратегами, а не понимают, что мы делаем, это просто люди, которые не на своем месте. Ну, друзья, все расставят на свои места, все расставят на свои места, и я могу сказать, что Китай, который сегодня является самым крупным пользователем интернета, он не заморачивался по поводу, сколько ему надо натянуть проводов и сколько поставить релейных станций. Они сразу перешли в пятый технологический уклад и сразу ввели новое информационное пространство. Точно так же, друзья, в Монголии и в Боливии, где будет строиться Skyway, они просто очень быстро перейдут в развитие, и мы, друзья, будем наблюдать, я могу сказать, это уже многим стратегам, которые сегодня, ну, я их называю там, прогнозируют будущее или описывают, они даже не могут представить, как будет развиваться Индия, Индонезия, Филиппины в ближайшие три-пять лет, когда там начнет массово строиться Skyway. Они даже это в страшном сне не могут представить. А мы это можем делать, потому что, не то, что представить, мы это сегодня делаем, и весь вопрос, когда говорят, а что будет с Россией, ответ очень простой. Будет строить Skyway, будет строить новые коммуникации, соответственно, будет развиваться. Нет, она будет, извините, в одном месте в экономическом плане мира. Вот и все. Потому что, если, и, соответственно, потом уже вводить другие технологии. Потому что, соответственно, интернет и вся информатизация, она прошла просто мимо России и стран СНГ. Вот, соответственно, точно так же может пройти мимо и Skyway. Потому что многие чиновники, которые сегодня заняты только собственным обогащением, им абсолютно плевать на эту страну, потому что они себя не связывают с ее будущим, а связывают с будущим других стран. Потому что все чиновники, крупные чиновники нулевых годов, которые были, или там в Ельциновской периоде, они все сегодня в России не живут. Они все живут, их семьи, их дети в других странах. Поэтому они озабочены развитием других стран. Поэтому точно так же может произойти, соответственно, и с Дальним Востоком, и с Сибирью, и с Россией в целом. Мы сегодня, друзья, уже как обращаясь к партнерам, как акционерам, мы создали сегодня систему, что в какой бы уголке мира не строилась сегодня транспортная коммуникация по технологии Skyway, где бы не развивалась сегодня эти адресные проекты, мы как акционеры, мы как партнеры будем от этого получать прибыль. Поэтому я могу сказать, будет строиться первая трасса в Воронеже или в Дели в Индии, я могу сказать, что мне как акционеру все равно. С точки зрения человека, который живет в России и болеет за эту страну, я могу сказать, что я заинтересован именно как акционер и как житель России, чтобы чиновники как можно быстрее поняли, что такое новые технологии, что такое инновации, что такое шестой технологический уклад, что такое технологический прорыв и в итоге что такое Skyway. Но пока по опыту могу сказать, людей, которые могут это понять, а тем более принять, сегодня единицы. Слава Богу, что они есть. Нельзя сказать, что их нет, друзья, это неправда. То есть есть Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, которую я поставил бы рядом в один ряд с Александром Ивановичем Лебедем, я долго не мог никого найти, кто бы мог по государственному мышлению, по именно своему пониманию и авторитету стать в один ряд с Александром Ивановичем. Вот сегодня я могу сказать, что Сергей Иванович Морозов, это человек, который входит в этот ряд. Мы сегодня активно ведем работу там и по работе с мэром Самары, с очень многим там, с администрацией Челябинской области. То есть есть действительно вменяемые люди, но их, во-первых, не так много и, во-вторых, от них зависит, к сожалению, не так много по принятию решений. Но я надеюсь, что их будет становиться все больше. И особенно, друзья, что я абсолютно в этом плане могу утверждать, что наиболее наглядный пример, это будет строительство Скайвея в других странах, в других регионах, где он будет активно развиваться, делаться. И дойдет время и до России, дойдет время и до Москвы, когда и в Москве начнут разрабатываться адресные проекты и планировать пока. На сегодняшний момент я могу сказать в Москве, пока разговаривать и обсуждать нечего и не с кем. Вот это вот то, что касается именно вот этого гектара. Тема сейчас будет опять интересно. Задают много вопросов по Жириновскому. Просто прошла волна такая, что Жириновский говорит, ее мобиль там у него сломался, которому Прохоров доводил. А на что, как бы, с нашей стороны уже Юницкий дал комментарий о том, что вся команда ее мобиля, наиболее ее такие талантливые люди, они перешли сегодня в проект Скайвей. Поэтому, уважаемый Владимир Вольфович, починим твой ее мобиль, а по мере выпуска Юнибайка подарим тебе Юнибайк. На что гарантируем, что он не сломается и будет активно-активно ездить. Губернаторы много чего могут, если захотят. Из Красноярска пишут. Да, с вашим Виктором Александровичем Толоконским я знаком больше 20 лет. Я ему много рассказывал про Скайвей. Он надо мной смеется, ухмыляется. Но, кстати, препятствий не ставят. Говорит, если будете делать проекты в Красноярском крае, то давайте, пожалуйста, то есть ведем некоторые переговоры и с бизнесменами из Красноярска. Так что я не исключаю, что будут адресные проекты и в Красноярске. Так, есть ли информация о возможном суде над клеветниками из онлайнера? Ну, друзья, я могу сказать, что вся информация по суду и так далее будет у главной компании. Я не хочу даже это сейчас комментировать и делать. Вот. Одно могу сказать, что клеветников и откровенных, как бы, вредителей будем наказывать. Потому что тот, кто откровенно мешает и клевещет и на генерального конструктора, и на проект, и на всю систему Скайвей, надо наказывать, друзья. Потому что откровенное вранье просто должно наказываться. Вот. Если это безобидная тявка, не опускай тявка. А вот такой откровенный вред, конечно, надо пресекать. Так, я вопрос к Толокотскому в сети, у меня заблокировали. Да, не переживайте. Вот. Я говорю, так, так, так. Так, ну что, я думаю, что на сегодня у нас очень хороший, плодотворный такой вечер Скайвей. То есть, как мы с Алексеем сегодня уже, у нас традиция родилась, можно сказать, что день для Скайвея прожит не зря. Вот. Мы вышли на исторический максимум по привлечению инвесторов и инвестиций. Вот. Соответственно, по максимальному финансированию экотехнопарка, по максимальному количеству выполняемых и закладываемых работ, что тоже очень и очень, друзья, сегодня и радует, и внушает очень серьезный такой оптимизм на ближайшие, соответственно, выполненные работы, которые будут проводиться. У нас сегодня активно и активно растет наша именно инвестиционная партнерская, скажем так, структура и сеть, это Восточная и Западная Европа, что тоже не может не радовать, соответственно, мы больше и больше уделяем им возможностей и сил. Вот. Я даже, друзья, не исключаю, что наши некоторые вебинары, в том числе и которые мы будем проводить по средам, мы параллельно будем сразу переводить и транслировать еще на ряд европейских языков. То есть мы сейчас отрабатываем именно систему синхронного перевода. Вообще, как я уже говорил, мы ведем сегодня перевод на 11 языков. Сейчас мы это расширяем активно в ближайшее время. Вот. По мере того, как будут активизироваться и работать, соответственно, наши партнеры, наши инвесторы, наши структуры других стран. Вот. При этом мы с Алексеем, то есть нас вот начали упрекать, что мы уже меньше уделяем внимание России, на нее махнули рукой. Нет, друзья, наоборот, мы работу по России, по русскоговорящим странам будем только усиливать, но мы сейчас несколько систематизируем этот подход и ни в коем случае мы ни при каких условиях не будем прекращать вебинары, не будем прекращать трансляцию во всех возможных документах и Перископе, и Фейсбуке, и Инстаграме. Вот. Поэтому, соответственно, ну, геометрического роста тут вот желаем роста в геометрической проекте. Так, как можно работать с Индией онлайн. Снимание развития проекта Чечне. Это хороший вариант для рассказа. В Чечне мы работаем самым активным образом. У нас там есть очень активный наш друг, партнер, который продвигает проект, это Александр Мосин. Вот. Поэтому я по его именно организации ездил в Чечню, встречался с руководством Чечни на 29 ноября. Был представитель руководства Чечни на презентацию. Поэтому мы активно с ними работаем и Чечня это наш активный такой потенциальный партнер по работе. Ну, естественно, друзья, так сказать. Ну, все, друзья, давайте на этом будем завершать. Эту неделю мы активно с Алексеем работаем с инвесторами, инвестиционными фондами. Вот. Значит, следующий вебинар у нас по плану в среду, в следующую среду, 12. Еще с Алексеем мы будем проводить вебинар в пятницу, 21 по Москве для французов, французскоговорящих. Поэтому я думаю, что либо можем дать ссылку, либо транслировать. Я буду это в перископе, потому что логика у нас будет следующая. Я выступаю на русском языке, Алексей будет переводить на французский, потому что он в совершенстве владеет, и свою часть давать потом на французском. К сожалению, те, кто не знает французского, обратного перевода я сделать не смогу. Поэтому тот, кто будет присутствовать на этих вебинарах, он сможет только услышать меня и то, что Алексей будет говорить на французском языке. Вот. Ну и дальше мы будем вводить такую практику, то есть у нас в ближайшее время будет на голландском, на немецком, на английском, на испанском. То есть это там, где наши партнеры просят того, чтобы информация до них доводилась очень быстро и качественно на их родном языке. Ну все, друзья, давайте на этом завершать. Я рад, что вы с нами, поддерживайте наш проект, присоединяйтесь к нам, несите информацию. Я думаю, что вы попадаете в очень серьезный проект, в очень хорошую компанию. Вот. В этом, наверное, за три года трехлетия, чего мы сегодня ведение вебинаров сегодня отмечаем. Кстати, мысль пока сейчас пришла к следующему вебинару. Я посчитаю, сколько за эти три года мы, ну и лично я провел вебинаров вообще на тему Skyway. Вот. Я думаю, что цифра будет интересна. Что-то вот только сейчас мне пришла мысль. Соответственно, надо посчитать. Ну все, друзья, на этом прощаемся с вами. Давайте, до новых встреч. Строй Skyway, спасай планету. Все, друзья, всего доброго.